...непростая и вместе с тем очень счастливая судьба. Уже 4 года её мама, которая сама в своё время окончила музыкальную школу по классу скрипки, начала учить дочку музыки. А в 5 лет по совету первой учительницы Юлии Сергеевны Туркевич Татьяна Якушева поступила в специальную музыкальную школу-министринку. Далее была музыкальная училища Чайковского, которая она окончила в 1991 году по специальности хоровое дирижирование. О Анатолия Николаевича Павкина. Но параллельно она училась на теоретическом отделении, занималась композицией. И именно эта нелёгкая и по традиции, ну не совсем женская профессия, определила её музыкальное будущее. Три главных наставника в её жизни на определённых этапах и по-своему вводили её в этот увлекательный мир композиции. В музыкальном училище под руководством Ванитина Дмитриевича Павкина она писала свои первые сочинения, искала свои темы и образы, и их музыкальное воплощение. Далее, поступив на композиторское отделение в консерваторию, она испытала вот то невероятное расширение музыкальных горизонтов. Здесь её руководителем стал Анатолий Николаевич Неменский. Это человек, который очень-очень многому научил Татьяну Якушеву, очень много открыл в профессии композитора, в том числе в области инструментоведения, в области симфонических хор. И сегодня, вспоминая об этих уроках, Татьяна Юрьевна признаётся, что он научил её вот это крайне необходимое для любого композитора умение делать всё. В дальнейшем, поступив в аспирантуру, она получила вот тот счастливый билет, возможность учиться у самого Владимира Александровича Абекина. Хотя знакомство с ним произошло значительно раньше. У композиторов-первокурсников он читал свой авторский курс под названием «Белопея». До сегодняшнего дня Татьяна Юрьевна с нескрываемым трепетом и восторгом говорит о своём учителе, называя его композитором, человеком, который излучает солнечный свет. Это действительно тот наставник, который подарил желание жить в этой непростой профессии. Подарил вот ту невероятную лёгкость композиторского бытия, который заразил её театром, творчеством Владимика Гарсиа Лорке. Это действительно тот маяк, с которым до сих пор она сверяет свой творческий путь. Если вернуться и вспомнить первые произведения, они были написаны ещё в музыкальном училище в конце 80-х, то Татьяна Юрьевна сегодня вправе отмечать и ещё один юбилей – 30-летие творческой деятельности. Действительно, за эти годы было написано очень много разных произведений, произведения в разных жанрах, в их числе ставшая её дипломной работой «Симфоническая селита для оркестра», «Три старинных танца», «Из жизни химер» для инструментального ансамбля, «Кончарта пикколо» для аквентета духовых. Татьяна Якушева является автором двух камерных опер – «Бог непрекаемый» и «Молодец», автором хоровых сочинений, сфере которых можно вспомнить, «Контату Ревестник» по Горькову, «Контату» снявочно названием «Скавка», а также множество романсов и вокальных титлов, которые написаны на стихе разных поэтов, но среди любимых неизменно встречаются имена Пушкина и Пастернака, Есенина и Данила Хармса, и, конечно же, Федерико Гарсиат Логи. За это время Татьяна Якушева не раз становилась участником фестивалей современной музыки, которые проходили в нашем городе. Это и новые русские сезоны в Екатеринбурге, фестиваль «Звук и пространство», три дня новой музыки в Екатеринбурге. И вот все это передус чрезвычайно насыщенной педагогической деятельностью, которая протекала и в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского и в Мужском хоровом колледже, в Детской филармонии и в Музыкальном училище имени Чайковского, которое она ввергалась в 2015 году уже в новом качестве преподавателя музыкально-теоретических дисциплин. Программа сегодняшнего вечера сложилась совсем не случайно, словно соединяя профессиональные интересы дирижера, особые пристрастия к хоровой музыке и вот то долгое и чрезвычайно успешное творческое сотрудничество с ведущими хоровыми коллективами нашего города. Нас ждет большой хоровой вечер, в котором будут представлены самые разные коллективы, где будет звучать самая разная музыка, от хоровых миниатюр до крупных хоровых циклов, от ранних студенческих работ начинающего композитора до премьерных исполнений. И все это позволит представить вот эту удивительную панораму Искани, творчески насыщенную жизнь композитора в его неприставном развитии и движении. Наш вечер откроют самые юные участники сегодняшнего концерта. Это младшая капелла особого такого творческого коллектива, который представляет детскую филармонию. Это удивительный ритм, настоящее поющее сотрудничество воробьев и соломьев, стрижей и орлов. Хочу заметить, что эти названия, вот эти традиционно возрастные группы пятилетки, шестилетки, придумала именно Татьяна Юрьевна, в общем, окрылиф наших юных артистов. Младшая капелла давно и с огромным удовольствием поет эти красивые песни, которые подарила им Татьяна Юрьевна, которая в том числе, но не годы, вела у них и чудесные уроки с амфеджио. А сами эти хоры возвращают нас с самого начала к тем урокам композиции в классе Валентина Дмитриевича в музыкальном училище, и потому, может быть, не без иронии, Татьяна Юрьевна называет эти свои опусы из раннего. Эти хоры возвращают нас и в тот удивительный мир детства с его сказками и любимыми стихами, с его открытиями и чудесными мечтами, без которых невозможно представить себе жизнь маленького человека. Итак, наш вечер открывает три хора на стихи Самуила, Маршака. Кораблик, гром и колыбельная. А я с удовольствием приглашаю на эту сцену лауреатных международных конкурсов и фестивалей «Младшую капеллу» Свердловской государственной детской филармонии дирижер Ольга Чернова, концертмейстер Ольга Кабарова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня.